Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Карина и в сегодняшнем видео мы продолжаем говорить с вами о косметике. И у нас на повестке дня это пустые баночки за июль 2020 года. Я предлагаю вместе со мной разобрать мой пакет и посмотреть, что же у меня закончилось в этом месяце. Прежде чем я начну показывать вам содержимое своего пакета, напоминаю вам о том, чтобы вы не забыли подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, поставить пальчик вверх и колокольчик, для того, чтобы вам приходили уведомления, когда мои новые видео выходят на канале. А также я хочу сделать анонс о том, что теперь все влоги на моем канале будут перенесены, а вернее создан уже новый канал, где будут новые влоги. Все остальные влоги, наверное, я еще подумаю, буду я их переносить или нет, но я хотела бы начать канал снова, с чистого листа. И я оставлю ссылку внизу в описании, если что, здесь тоже прикреплю, чтобы вы, где-то здесь все время не ориентируюсь, чтобы вы подписались на мой канал. Подписывайтесь, там будут все влоги о моей жизни, здесь же будет только о косметике. В общем, вот такой вот гель для души от бренда Balea, который я купила за 55 центов для того, чтобы переливать дозатор для мыла. Я не покупала практически именно конкретно мыло Balea, ну потому что оно уже там идет с дозатором, а такие вещи я просто переливаю и сразу выкидываю. А с дозатором предполагается, что вы уже поставите и будете пользоваться. Но у меня дозатор есть, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, поэтому я покупала вот этот вот. И только буквально сегодня перелила его в дозатор, но стандартный, в общем-то, аромат. На самом деле он у меня пролился, когда я, видимо, лежал в пакете. Какой-то красный цвет, вообще-то, это что-то другое, потому что он сам прозрачный, этот гель. Хотя, может, он превращается в красный цвет при окислении, не знаю. В общем, вот такой вот гель для души с Франджипани. Он очень приятно пахнет, вообще у них вот эти лимитированные коллекции, тут всегда написано Limited Edition, если они лимитированы. Безумные, прикольные, крутые, яркие ароматы, и это то, что нужно для рук. Если мы говорим, например, о теле, то может подсушивать, если пользоваться на постоянной основе. Но для рук мне достаточно, поэтому я покупаю такую историю для рук, и вам тоже рекомендую это делать, если вы еще так не делаете. Что касается также бренда Balea, и что меня приятно удивило, это их шампунь, опять-таки, за 55 центов из серии Copacabana. Я не хотела покупать этот шампунь из этой серии, если вы не видели видео про летнюю коллекцию, посвященную вот этому острову Copacabana, в общем-то, побережью. Обязательно посмотрите, это классная коллекция, и мне писали девочки то, что кого-то впечатлило, кого-то нет. Все очень индивидуально, но мне этот аромат безумно понравился, и я скупила практически всю коллекцию. И даже купила шампунь, дабы попробовать, и брала с собой в отпуск. И хочу сказать о том, что мне он очень понравился. Здесь 300 мл, это достаточно много, но на мои волосы, я бы сказала, он не был экономичен. Если у вас волос поменьше, то, скорее всего, возможно, вам нужно будет меньшее количество. Но 55 центов, и я вообще не думала, что мне это средство может понравиться. На самом деле, это не то, чтобы что-то вау, но это, правда, нормальный хороший шампунь, который промывает волосы. Я не заметила, чтобы он мне сушил волосы, пользовалась, кстати, потом бальзамом тоже от болея, и вообще было нормально. Поэтому, если вы не пробовали, и увидите еще вот этот шампунь, а он еще продается, он еще много где есть, в больших количествах, поэтому попробуйте за 55 центов, я вот себе еще две штуки купила. Следующее средство, которое просто вот показываю очень быстро, это, конечно же, салфетки Нивея. Девочки, показываю в каждом видео, и буду показывать, потому что я уверена, что некоторые видео, кто-то не смотрит, поэтому я буду это делать, это одни из самых лучших бюджетных салфеток для снятия макияжа Нивея в синей упаковке, которые с их оригинальным запахом, их крема. Они не супер пропитаны, чтобы прямо, знаете, как тканевая маска, которая пропитана, конечно же, нет, но вполне достаточно смыть одной салфеткой обычный макияж, в том числе BB крем, и двумя салфетками какой-то очень яркий макияж, глаз, например, в том числе. Поэтому их я покупаю в больших количествах, эти салфетки, и не вижу смысла переплачивать, так как у меня нет никакой аллергической реакции на них. Стоит одна упаковка примерно евро 55. У меня нет никакой аллергии, никаких негативных реакций не вызывают они, ни отдушка, ничего, поэтому я не вижу смысла покупать себе салфетки дороже этих денег, пока мне они подходят. Если вы не пробовали, присмотритесь. Следующее средство для снятия макияжа, также это изана для снятия макияжа с глаз. Конкретно здесь 100 мл всего лишь, и, честно говоря, это неплохое средство, но мне не нравится формат упаковки, так как крышка очень легко открывается, и как-то вот это все немножко выливается. Но само средство неплохое, оно бюджетное, и очень хорошо снимает макияж как с глаз, так с губ, так и с лица. То есть, когда я покупаю такое средство, я не пользуюсь им только для лица, ой, только для глаз или для губ. Чаще всего я использую на все лицо. Никаких комедогенных историй у меня с ним не было, никаких реакций точно так же не вызывало. Поэтому я продолжаю его покупать, но у меня есть более любимый, например, от бренда Bebe называется. Я показывала то, что такое розовое упаковка, но оно дороже примерно в 2-3 раза, наверное. Это дешевле. В целом они работают одинаково, там просто упаковка мне нравится больше. Закончились у меня также еще одни салфетки. Это уже не для снятия макияжа, это просто скрабирующие салфетки от бренда Kiko, и они классные. Они стоят достаточно бюджетно до 6 евро. У них очень удобная упаковка, вот с такой вот пластиковой крышкой, это позволяет не отклеиваться. Вот как здесь, да, крышечка, она отклеивается, и потом плохо уже закрывается в конце упаковки. Здесь всегда хорошо, потому что такая система. Я пользовалась достаточно долго, уже последняя салфетка у меня, наверное, почти высохла, но я ей, вообще я этими салфетками подготавливаю исключительно кожу к макияжу. Когда, допустим, бывают такие дни, чаще всего это бывает перед критическими днями, когда кожа как будто бы грязная. Ну, то есть она не грязная, но такое ощущение, что у нее, видимо, начинают, кожа начинает обновляться, и поэтому она такая какая-то тусклая, вот ей нужна эксфолиация. Хорошая такая эксфолиация перед макияжем, чтобы тон смотрелся красиво и все остальное. Вот тогда я прибегала к этим салфеткам. Это было не часто, так как в моем уходе всегда есть кислоты, так как в моем уходе всегда есть какое-то эксфолирующее средство, например, энзимная пудра, кстати, тоже от этого бренда, мне очень она нравится, она очень хорошая. Поэтому я пользовалась, это прям классная история. Наверное, если вы визажист, то я могу вам посоветовать эти салфетки. Но и для себя это тоже очень хорошо, просто имейте в виду, что вы будете пользоваться ими нечасто, и, кстати, это очень даже выгодно получается. Что ж, привезла я вот такой вот пакет от KIKO, но у меня там маски, потому что они начали разливаться, та эссенция, с отпуска. Так что, у меня только маски остались? Нет, давайте покажу сейчас еще пару средств, потом только масочки останутся. Закончился у меня крем от, это миниатюра от бренда Полос Чойс, все, вот полностью закончился. Полос Чойс это серия Resist для нормальной комбинированной и жирной кожи, конкретно этот крем. У них много-много всяких серий, и в каждой серии есть, почти в каждой, есть подразделения на ваш тип кожи. Поэтому вот это вот нормальное комбинированное и жирное, естественно, мне подходит. Но серия Resist именно посвящена антивозрастному уходу. Значит, называется этот крем просто дневной увлажняющий флюид с защитой SPF 50. Мне безумно понравился этот крем, и сейчас у меня крем также от этого же бренда, только SPF 30 и другой серии. Skin Balancing, по-моему, для моего типа кожи. Он мне тоже очень нравится, но я решила, что в следующий раз я хочу взять полноразмерный вот этого крема. Он мне безумно понравился. Этот крем имеет, правда, очень легкую такую консистенцию флюида. Она прям как водичка такая, белая водичка растекается, когда вы наносите на лицо. После того, как вы нанесли крем полностью, то никакого белого следа не останется, так как здесь присутствуют исключительно химические фильтры, насколько я помню. Ну, по крайней мере, активные ингредиенты все химические фильтры. Поэтому имейте в виду, кто там за минеральные и физические, ну, это одно и то же, то вам, наверное, такая история не понравится. Но я поняла вот что. Есть физические фильтры, то есть минеральные, и точно так же химические фильтры. И вы знаете, когда я начала пользоваться кремом исключительно под свой тип кожи, то мне химические фильтры идеально подходят. Мне не забивают поры. Вот я особенно говорю про полосчоисть. Мне этот уход от этого бренда подходит просто. Все, что я пробую, мне реально безумно нравится. И главное для своего типа кожи. Если написано жирный и у вас жирный, значит, надо брать для жирной кожи, а не для сухой или нормальной, потому что ситуация может усугубиться. Никаких комедонов, никаких забитых пор, ничего не вызывает этот крем. Прекрасно защищает. Я пользуюсь кислотами и летом в том числе, потому что у меня такой тип кожи, и мой дерматолог даже это советует. Единственное, он не советует перед выходом, например, на солнце за две недели активного. Например, если едешь в отпуск. Все остальное это разрешается просто на ваш страх и риски, и каждый день SPF. И я заметила еще такую вещь, когда я пользуюсь каждый день SPF. Да, у меня бывает, когда сижу дома и знаю, например, что я не буду выходить. Я такая думаю, ну ладно, сегодня SPF наносить не буду. Причем это не просто SPF, это SPF и увлажняющее средство. То есть не надо наносить дополнительное. Кстати, я поняла то, что мне абсолютно не нравится наносить да просто SPF, где просто там без увлажняющего, а поверх своего дневного крема. Потому что у меня жирная кожа, и если я еще нанесу один слой днем, то я просто с ума сойду, потому что у меня еще косметика идет потом. Много говорю про этот крем, но я вам хочу сказать о том, что когда я начала пользоваться каждый день SPF, моя кожа улучшилась. Вот что я хочу сказать. Я не знаю, как это работает. Я не косметолог, не врач-дерматолог. Говорю по факту и по своему опыту. Моя кожа стала лучше, когда я начала использовать SPF ежедневно. Что еще, кстати, у меня закончилось с высоким спектром защиты. Это мой крем. Кстати, последний. Слава богу, последняя версия моя, которая у меня была. У меня было их два. Вы видели в прошлом месяце, по-моему, показывала. Это It Cosmetics CC крем с SPF 50. Тут, кстати, минеральные фильтры. Анти-эйдж, все дела. У меня в прошлом месяце закончился лайт, сейчас закончился фэйр. Мне очень нравится формат упаковки, но он мне просто уже поднадоел, потому что я, наверное, уже пользуюсь им, не, наверное, а точно больше года. Наверное, около двух лет я пользуюсь. Ну, наверное, года полтора точно вот этим вот средством. Оно хорошее. Этот крем очень плотный. Не будьте к этому готовы. На жирной комбинированной коже он может отслаиваться, его нужно поправлять. Он вроде бы стойкий, но его будет видно. То есть его нужно наносить таким минимальным слоем. И рассчитывать здесь на SPF 50, наверное, не стоит, когда вы наносите его супер тонким слоем. То есть я говорю о том, что обязательно нужно наносить SPF свой обычный. Дневной крем с SPF, например. Мне он понравился. Он мне нравился. Мне даже было отдельное видео на него посвящено, когда я его только купила. Но просто надоел, девочки, надоел. Сейчас я люблю более матовую историю. Ну, то есть такой естественный матовый финиш. Сейчас я уже вот такое использую, но в ежедневной жизни, а не на камеру. А так как я большинство времени все-таки снимаю, такие средства в моей жизни появляются редко. Но, тем не менее, это средство, правда, хорошее, но нормальная и сухая кожа. Вот все остальные даже не смотрите. Вот такая масочка у меня закончилась от Болея с активированным углем. Она, кстати, мне очень понравилась ее формат самой маски. То есть она очень классно прилегала к лицу. Потрясающе. Мне очень нравится. И ткань такая была не тонкая. Классная. Мне понравилась. Сложно сказать, что именно тут, кстати, есть салициловая кислота, и она находится на третьем месте. Это прекрасно. Но я не могу вам сказать об эффекте от салициловой кислоти, конкретно в этой маске. Салициловой кислотой я пользуюсь каждый день. Ну, иногда через день. Но практически каждый день использую пилинг полос чойса. Это вообще как просто воды попить для меня, потому что у меня кожа моментально забивается, если я не пользуюсь салицилкой. Конкретно от этой маски с одного раза вы не увидите эффекта салициловой кислоты. Но, конечно же, просто как увлажняющая маска. Она мне понравилась безумно. У меня сейчас еще одна лежит в холодильнике, и я буду покупать. Потому что цена этой маски до евро 95 центов, по-моему. Я вам всем очень ее рекомендую. Мне она безумно понравилась. Кожа после нее увлажненная, напитанная. И все маски, которые мне нравятся, они мне нравятся именно эффектом. Во-первых, мне важна сама ткань. И, во-вторых, мне нравится эффект, когда, например, коньяк у спонжа, когда он сухой, он такой противный, да, твердый, шершавый. А когда вы его намочите, он становится упругим, таким увлажненным. И для меня это то же самое вот с кожей и тканевыми масками. Когда эффект такой у меня получается от тканевых масок, мне это очень-очень нравится. Конечно же, тканевые маски это вот такой вот моментальный эффект. Но это именно того, что я добиваюсь. И я, кстати, тканевые маски использую практически всегда вечером. Потому что если я использую утром, для меня это уже, для меня это экстра увлажнение. И мне оно просто перед макияжем вообще не нужно. Так как у меня, ну, жирная кожа, можно сказать. Маска очень понравилась, всем рекомендую. Масочка вот такая вот тканевая, также от бренда Болея, только с арбузом. Тоже очень и очень понравилась. Останавливаться даже не буду, тоже самый эффект дает. Та же самая ситуация, кстати, у Болея. Офигенные маски, я вам хочу сказать, честно. Болея с кактусом просто классная, очень понравилась. Копа Кабана, я их у меня еще есть. И я покупаю их все время, пока они будут продаваться. Мне нравится ткань и нравится эффект и запах, конечно же. Это же из этой же серии летней Болея Копа Кабана. Очень классные маски. Стоят опять-таки по 95 центов. Вот такие вот масочки брали мы в отпуск. Болея это гидрогелевые маски с арбузом. Мне тоже понравились. Но у них такая вот эта вот гидрогель. Он такой скользкий. В общем-то он прям, ну, лучше с ним лежать было. То есть, а так в целом хороший эффект. Но, наверное, второй раз я бы не купила. Я бы лучше золотканевую у Болея, чем вот эта. Вот она была неплохая, но не самая лучшая. Опять Копа Кабана. И заново такая вот Hydra Booster. Тоже была очень хорошая. Тоже она в пределах этой же цены. То есть, наверное, может быть евро 45 или 95 центов она стоит. Это уже в розмоне продается. Очень понравилась. Тоже хорошая маска. Но вот Болея почему-то мне нравятся маски больше. За исключением вот этой серии у Тизана. Корейской, которая называется Сунсу. Это очень классная. Кстати, очень похожая на Доктор Джаррит упаковки. Тоже такие бумажные. Это корейская маска. Кстати, те тоже маски многие сделаны в Корее. У Болея. Корейская маска, которая безумно пропитана. Вот я даже не знаю здесь сколько миллилитров. Сэссенция 30 миллилитров. Это много для маски. И она безумно пропитана. И здесь даже до сих пор есть эта маска. Эта эссенция. Тут много, мне кажется, всяких масел. И она напитывает. Просто я пользуюсь ей, когда мне нужно экстра увлажнение. Вот когда, не знаю, после пилингов. Я уже рассказывала, что эту маску применяю чаще всего после каких-то пилингов. Чтобы моя кожа, у нее чтобы такой стресс не случался. После этого я делаю сразу после пилингов вот такую масочку. У меня кожа успокаивается. И никаких потом негативных последствий типа прыщичков маленьких у меня не происходит. Очень нравится. Но она подороже, она типа стоит евро 45. Ну, то есть, не намного дороже, вы понимаете. Вот такие вот гидрогелевые патчи. Неплохие. В поездке использовала. Но в последнее время я к патчам отношусь немножко скептически. В том плане, что когда я делаю маску тканевую, она, как правило, захватывает область вокруг глаз. И я не вижу, на самом деле, смысла покупать отдельно патчи. Единственное, если вы не делаете такую маску, но какие-то, может быть, у вас припухлости, тогда да. Ну и то, как бы я отдаю предпочтение сделать целому комплексу. То есть, отдаю предпочтение тканевой маске, чем сейчас патчем. Опять-таки, вот такие патчи, по-моему, это у нас что? Airank называется фирма. Покупала, знаете, тут даже по-русски написано, потому что я покупала, по-моему, это в аэропорту, то ли в Москве, то ли вот когда-то тогда. Это вот такие маски просто на пол лица, вот такие патчи. Мне размер, вот, кстати, по-моему, вот это прям настоящий размер вообще неудобно. Причем, с одной стороны, оно тканевое, а с другой стороны, какой-то пленкой накрыто. И поэтому, если было бы просто тканевое, оно бы идеально гладко легло. Но так как там какая-то пленка, они, в общем, не ложатся, спадывают. Сам эффект классный тут вот с улиткой, но не комфортно носить на лице. Также закончилась вот такая вот тревел-версия, можно сказать, энзимная пудра, пилинг-пудра. Это продается в Розмоне. Два вот таких сашета по одному грамму. Написано для сухой кожи. От сухой, в общем-то, до комбинированной кожи. И хочу сказать о том, что это классный вариант на поездки. Так как у меня есть нормальная энзимная пудра, которая стоит у меня просто дома в баночке. А вот такое я покупаю, так как в упаковке две штучки, я покупаю в поездку. И это идеально. Вот как раз таки вот это, по-моему, одну брала в отпуск. Мне на там дней 9, 9 дней мы были, мне хватило вот этого одного сашета. Хорошее средство. И последнее, это вот такой вот сэмпл крема, Мадыка Сосит Крем. Мне он нравится, но не на лето, потому что летом он создает какую-то... Это бренд Апью, я не сказала. Летом он создает какую-то вот такую пленочку. И для меня, как для жирной кожи, я уже говорю, это too much. Поэтому на зиму он хоть и гелевый такой вариант крема, но тем не менее он очень увлажняющий. Создает такую хорошую, приятную пленочку. Но на зимнее время года будет лучше. На летнее я бы не советовала жирной кожи. А если у вас сухая и нормальная кожа, тогда да, можете присмотреться. Это все пустые баночки за июль. Здесь было сегодня не так много, ну как обычно получилось почти на полчаса разговоров. Но мне кажется, интересных позиций достаточно были. И, конечно же, я уже собираю новый пакет, потому что мои пустые баночки копятся каждый месяц. Я благодарю вас за просмотр данного видео. Ну а мы уже увидимся с вами скоро в моих новых видео. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok